Сегодня мы рассмотрим один из наших брендов, Analogway. Это будет обзорная презентация, где мы рассмотрим ключевые модели, которые представляет этот производитель. В основном это модели, которые мы используем в нашей деятельности для создания конференц-залов и тому подобное. Также рассмотрим модели, которые предназначены для масштабных мероприятий, типа концертных площадок, каких-то больших залов для форумов или же это система распределенных дисплеев и так далее. Собственно, сейчас мы об этом поговорим. Для тех, кто не знает, что такое Analogway, ничего не знает об этой компании, буквально пару слов о том, что это французская компания, довольно давно была основана. Они были пионерами в области бесподрывных коммутаторов и микшеров микшеров с режимом мягкой шивки. У них есть представительства в ключевых точках, видимо, они не охватили только Австралию, а так вот в Америке, в Европе, Эмиратах и Гонконге у них есть свои представительства. Мы будем рассматривать сегодня ключевые линейки оборудования. Это от самых, скажем так, условно простых многоконных видеопроцессоров до видеопроцессоров, рассчитанных для каких-то масштабных мероприятий, для проката и так далее. Мы начнем, естественно, как это обычно бывает, с самых простых. И эти видеопроцессоры мы в основном как раз используем и в наших проектах для построения и оснащения конференц-залов. Эти процессоры, в общем-то, представят из себя видеомикшеры, ну или видеопроцессоры, видеомикшеры с возможностью обработки видео. Они имеют два выхода и разное количество входов. Входы могут быть универсальные, то есть не могут быть, они есть у них универсальные входы, цифровые входы, DVI-HDMI и 3G-SDI входы. Также мы посмотрим расширение линейки с устройствами с поддержкой HDBST и рассмотрим некоторые технические характеристики этих устройств. Дальше мы рассмотрим модельный ряд. Мы начнем с самых производительных видеопроцессоров и дальше по обыванию. На первом месте это ACOS-2. В данном случае у него два выхода, 10 входов, включая 3G-SDI и видеовыход. Они поддерживают одновременно на одном выходе до четырех живых слоев и используют возможность использования трех режимов. Видеомикшер, бесподрывный коммутатор и квадратор. Следующее устройство это Sapphire. Он чуть менее производительный. У него возможно три живых слоя на одном выходе. И два режима. Видеомикшер и бесподрывный коммутатор. Smart Matrix. Это то же самое, только с двумя живыми слоями. Pulse, Pulse 2, с 3G, 8 входов, 2 живых слоя, на двух выходах. Поддержка 3G-SDI. Работа также как видеомикшер, бесподрывный коммутатор. Quick Matrix. 8 входов, 2 выхода. Это чисто коммутатор бесподрывный. А, то есть, извиняюсь, масштабатор. И QuickView 3G это бесподрывный коммутатор. И, как я говорил, не так давно линейка была расширена устройствами, которые, в общем-то, повторяют тот же модельный ряд, но с добавлением входов и выходов в поддержку HDBST. Естественно, все эти устройства могут управляться с помощью внешней системы управления. Также у них есть собственные консоли управления. И также есть программное обеспечение для управления этими устройствами наиболее удобным образом. Переходим к следующей линейке. Это LiveCore. Эта линейка была тоже уже довольно давно создана. Основные преимущества этой линейки то, что это более высокопроизводительные видеопроцессоры. У них есть разные дополнительные устройства, такие как выносные резервные блоки питания, возможность стокирования, таким образом расширять количество входов и выходов в систему. Ну и больше вариантов управления. И управления более удобного. Значит, собственно, что дает LiveCore? Он дает отличную гибкость при работе с этим устройством, так как у него множество интерфейсов. Ну, собственно, они такие же, как и у предыдущей линейки, только этих входов большее количество интерфейсов. Те же самые универсальные входы HDMI, DisplayPort, DVI, 3G, HDSDI, также оптические входы для 3G, HDSDI интерфейсов. Что они обеспечивают? Они обеспечивают живой видеопроцессинг, и основное отличие от предыдущей линейки это то, что они поддерживают 4К, то есть одно из основных. Те поддерживали разрешение до 1920 на 1200, здесь уже до 4К. И позволяют создавать, соответственно, так как у них больше выходов, у них, если вы видите, читаете надписи на презентации, то у них может быть до 4 выходов уже. Соответственно, мы можем обеспечить больше вариант конфигураций, можем сделать большие экраны с использованием нескольких проекторов, естественно, поддерживается Soft Edge Blading. Также, может быть, здесь доступны кастомные разрешения по выходу, соответственно, мы можем использовать их как видеопроцессоры для видеостен светодиодных. И по управлению здесь похоже, как и в предыдущей линейке, то есть однозначно есть API для управления с внешних систем управления. А вот по поводу собственного интерфейса, здесь уже используется WebRCS управление, которое позволяет через браузер производить все манипуляции. Также очень полезная функция – это динамический предпросмотр подключенного источника, то есть мы видим прямо такое вот что-то типа слайд-шоу, того, что идет сейчас на этом входе, если был живой контент там отображается. Также можно, естественно, управлять с помощью специальных консолей управления, которые разрабатывает UnlockWay. И тот набор функций, которые обеспечивают эти устройства, они, в общем-то, сравнимы с устройствами, которые используются в профессиональных вещательных студиях высокого класса. И, собственно, если говорить о перечне функционала, перечне возможностей, то это, естественно, бесподрывная коммутация для всех слоев cut and fill, работы с альфа-каналом, хрома или макеинг, как перемещение по экрану картинки. И такой вот эффект – это изображение в перспективе, которое можно использовать, собственно, для более интересной презентации. И, собственно, просмотрим, какие линейки здесь есть. Опять же, начинаем с самого мощного видеопроцессора. У него 12 входов, 4 выхода. Все они, как вы видите, отличаются количеством масштабаторов. В данном случае 48-й ансендер – это до 48 масштабаторов, поддержка 4К у всех и до 6 слоев на каждом выходе. Ну и дальше 32-й, 32 масштабатора, 16-й, 16-й масштабаторов. Здесь все просто. Единственное, что у 16-го, в отличие от 32-го, 48-го, 2-го… И вот эти два, они имеют два выхода, в отличие от предыдущих. И, соответственно, у них 8 входов, 2 выхода. Поддержка до 4-х слоев у 16-го Nextstage и до 2-х слоев на каждом выходе у 8-го Nextstage. И недавно появились LiveCore устройства, которые, собственно, повторяют тот же функционал, что и основная линейка, но они называются Light Edition. Они отличаются в основном двумя моментами. Первый – упрощенный корпус без элементов управления на нем. То есть он управляется только через его, через веб-интерфейс либо вот через внешнюю систему управления или с консолей. И отсутствует, например, один из таких, которым… из заявленных функций – это слои, отображенные в перспективе. Ну, на самом деле, я полагаю, что эта функция не особенно важна, и поэтому за счет того, что… То есть оба этих момента не особенно важны, поэтому, в принципе, значительное снижение цены этого устройства относительно базовой модели делают его довольно интересным. При том, что он, собственно, полнофункциональный практически. И следующее, что мы рассмотрим, это уже новинка 2019 года – видеопроцессор Live Premiere. Это более высокопроизводительные видеопроцессоры, которые уже действительно рекомендованы для создания масштабных видеостен, для управления разными экранами, несколькими экранами одновременно, для студий, каких-то центров и так далее. Live Premiere представляет собой полный спектр модульных и масштабируемых многоэкранных аппетитационных систем с разрешением до 8К, флагманские видеопроцессоры. Они предоставят огромные возможности для проведения презентации и мероприятий самого высокого уровня. И вся линейка состоит из четырех высокопроизводительных предварительно сконфигурированных продуктов. Это Aquivalon RS1, 2, 3, 4. И дополнительно двух модульных Aquivalon C и C+, которые могут быть сконфигурированы под задачу. Вы пока просматриваете эту табличку с возможностями основными этих устройств. Я еще несколько слов скажу по поводу этой системы. Значит, Live Premiere предоставляет универсальные цифровые интерфейсы, как я уже сказал, с поддержкой 4К и до 10-12 бит, 4, 4, 4 реал-тайм процессинг. Получается, что они работают и выдают лучшее в своем классе качество изображений 4К 60П на каждом выходе и с ультра низкой задержкой при этом они работают. То есть эти видеопроцессоры можно запросто использовать в каких-то живых мероприятиях, где нужна работа с живыми источниками, с камерами и так далее. И мы можем рассчитывать на то, что мы не увидим ощутимой задержки между тем, что происходит сейчас, допустим, на сцене и то, что мы видим на экране. Собственно, Live Premiere испроектированы специально для работы в соответствии с высочайшими стандартами. И они могут работать в критически важных ситуациях, потому что, как я уже сказал, есть дополнительные... Хотя нет, по ним я как раз не говорил еще. Есть дополнительные возможности по резервированию блоков питания, причем как... в том числе и замена на горячие этих блоков питания. Они разработаны на основе элементов, которые были проверены, которые уже себя показали. Очень надежно. Поэтому используются эти элементы. И также разработаны еще и даже в Life Core предыдущая линейка. Там были спроектированы очень надежные шасси алюминиевые, которые также сюда перешли, которые обеспечивают высокую надежность при транспортировке. Там вплоть до того, что можно их уронить. Это сильно... ну, вот тряска, да, при перевезке и так далее. Это все здесь проверено, это все работает. Специально разработано для прокатных организаций и для тяжелейших условий эксплуатации. Естественно, они обеспечивают непрерывную работу 24 на 7. А вот как раз эти самые модульные системы Akelon C+, и Akelon C. У них есть разное количество модулей для... слотов для установки модулей с подключением. Вот максимально получается Akelon C+, обеспечить до 24 входов и до 20 выходов. И, соответственно, Akelon C это 16 на 16. И также я не сказал, что вот вы, наверное, обратили внимание, у всех этих устройств есть два дополнительных выхода мультивьюера, которые обеспечат вывод на один экран до 24 4K изображений, для 48 HD изображений. Сразу это, что значительно упрощает мониторинг всех входных каналов. Функции серии Live Premiere, в общем-то, обеспечивают создание любых конфигураций дисплеев, пользовательские выходные форматы, также вращение изображения, компенсация рамки, управление шагом. То есть попиксельно можно управлять этим изображением. Также, если вы посетите нашу выставку Integrated System Russia 2019, то мы на стенде S10 в появлении форума экспо-центра Москва в Москве покажем одно из устройств Aquilon. Оно будет скоммутировано, работать, и можно будет, во-первых, посмотреть вживую функционал этих устройств, и также убедиться в высокой качестве изображений. И следующая, следующую линейку, которую мы посмотрим, это Picture All. Это очень мощные медиа-серверы, которые предназначены специально для работы с несколькими дисплеями, с несколькими экранами. Это могут быть большие сборные экраны, либо также LED-видеостены с определенными нестандартными разрешениями и так далее. Значит, чем они отличаются от предыдущих всех устройств? Тем, что они имеют плееры и могут сами воспроизводить контент, который на них заливается. И дополнительно еще можно в них установить платы видеовходов. В зависимости от шасси, соответственно, разное количество этих плат можно установить. Что они позволяют? Они также позволяют устанавливать пользовательские выходные разрешения, например, для светодиодных видеостен. Программируемые выходы и расположение слоев, вращение, коррекция цвета, варпинг, блендинг и так далее. 36 эффектов в режиме реального времени для перемещения, переключения и так далее этих слоев. Гибкие возможности создания шоу-программ за счет того, что поддерживается большее количество вариантов управления. И дополнительно еще надо отметить, что также в качестве слоя можно использовать HTML-браузер в качестве источника для слоя. И по поводу надежности также можно отметить, что работа под операционной системой Linux, что, соответственно, тоже добавляет плюсов к надежности системы. Picture Roll — это мощные медиа-серверы, как я сказал, и они позволяют воспроизводить контент с огромного разрешения до 8К. То есть если у нас средство отображения, вот наше конфигурируемое, да, там может состоять из них своих проекторов там и так далее, и так далее, если не поддерживает 8К в итоге суммарное разрешение, то мы можем использовать эти видеопроцессоры, в том числе не только на многоконные изображения, но и, собственно, воспроизводить видео огромного-огромного разрешения. Соответственно, эти видеопроцессоры, если мы говорим про Picture Roll Pro, могут воспроизводить до двух слоев 8К, 8К-60 или 6 слоев 4К-60. Это делают эти видеопроцессоры, медиа-серверы одними из самых мощных на рынке. И, собственно, на это можно сыграть при... Если мы предлагаем кому-то эти видеопроцессоры, или же мы прокатная организация, которая хочет предоставить беспрецедентные возможности по реализации каких-то шоу-программ. И, как я говорил, сервера можно управлять разными способами. Первый способ – это через собственное программное обеспечение. И следующее очень удобное, особенно для использования этих систем в составе каких-то масштабных систем вместе с не только видеокоммутацией, но также и с управлением светом, чтобы соединить и сделать, упростить работу с этими медиа-серверами. разработчик предоставил возможность управления с консолей и управления светом, который поддерживает ArtNet. Ну и, соответственно, можно также управлять сторонней системой управления, используя API. Эти видеопроцессоры, в общем-то, поддерживают все стандартные видеоформаты, форматы изображений. Также есть свои собственные форматы, разработанные на Лаквей. Также поддерживаются форматы, например, Apple ProRes, вплоть до ProRes 4444. Стандарты видео, все импеги, и также потоковое видео 264 и 265. Форматы картинок, изображения, вплоть до PNG. Поддержка альфа-канала. Ну и, как я уже сказал, поддержка, то есть возможность использования HTML-браузера и воспроизведения веб-контента прям напрямую с поддержкой Ява-скриптов. Вы, наверное, уже успели рассмотреть картинку. Здесь представлены самые маломощные видеопроцессоры Picture World Twin, Picture World Compact и Picture World Twin Compact. Ну и, как видно, это название корректируют с их возможностями и можем увидеть как раз, сколько видео они могут воспроизводить и сколько видео, и сколько слоев они могут также отображать. Дополнительно надо сказать, что у них по умолчанию идет какой-то объем. Ну, вот, например, Picture World Pro, если не ошибаюсь, терабайтный винчестер и Picture World Quad полтерабайта. Но для них, вот для Picture World Pro доступно до двух терабайт или четырех даже терабайт. Да, правильно, два или четыре терабайта. Для всех остальных до терабайта можно расширить. Ну и тут предлагаю посмотреть видео, а я как раз посмотрю, какие были вопросы и после видео постараюсь на них ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Возможно, посмотреть видео. Значит, хочу обратить внимание, что это видео было снято с инсталляции Unlockway, где использовались, если не ошибаюсь, а сендеры. То есть это еще Lifecore серия предыдущая, то есть это не эти мощные видеопроцессоры еще предыдущие модели. Так что понятно, что здесь очень хорошо подобран видеоконтент, но тем не менее это показывает то, что можно довольно эффективно и эффектно использовать эти видеопроцессоры, что, и подкупает. Давайте продолжим по презентации. Мы... А, нет, по поводу вопросов. Был вопрос, сколько окон на экране. Да, правильно, столько, сколько слоев. Слои, это имеется в виду и есть окна. То есть это слои, в которых отображаются источники. Так что совершенно верно, да, сколько там было написано слоев, это означает, что только окон может быть на одном экране, которые свободно перемещаются по экрану. Также там обычно, как правило, это указано количество слоев в окнах на фоне живого источника. То есть у вас есть живая подложка от одного из входа. и далее еще сверху можно определенное количество окон наложить. Если больше вопросов нет, то переходим к следующему разделу. Это для чего, для каких задач подходят какие видеопроцессоры. На самом деле, конечно, я уже об этом сказал, но не лишним будет повториться. потому что может быть у кого-то пока те, кто не знаком с аналог ВМ, это еще пока плохо отложилось. Итак, начнем снизу. Самые простые MIDRA это переговорные комнаты, небольшие конференц-залы. Понятно, что мы можем использовать их в конференц-залах, где у нас не более двух типов экранов или, скажем, не более двух каналов, скажем так. Мы можем использовать их в режиме либо один выход для формирования изображения для основного экрана, а второй выход это как предпросмотр, например. Либо есть вот, самая верхняя модель ICOS, там дополнительный выход есть к превью. Сейчас, секунду, какой-то вопрос пришел странный. как эта картинка перед ведущим делается, что имеется в виду. Пожалуйста, поясните, какая картинка и что подразумевается под ведущим. То есть, надо общить, пожалуйста, прям ситуацию, что происходит, чтобы я понял суть вопроса. Пока продолжим. Значит, далее, это уже из линейки следующей младшей модели LifeCore, которая с двумя выходами NextStage. Это средние конференц-залы, то есть, здесь можно уже соответственно использовать большие экраны для отображения большего количества окон, больше возможностей по входам. Ну и, собственно, здесь тоже два выхода плюс превью. Так как удобно уже управлять этими устройствами через веб-интерфейс, скажем так, более удобно, более наглядно, то, соответственно, их рекомендуется использовать уже в тех инсталляциях, где требуется быстрота реакции, какая-то динамика, ну то есть, там, где уже какое-то шоу возможно понадобится. Следующий LifeCore это вот как здесь уже было, да, вот этот Turkish Telecom, да, это какие-то форумы, какие-то масштабные презентации продуктов разных компаний, ну и так далее, ну и плюс прокат. Здесь уже LifeCore, ну и соответственно LivePremier, это уже самые-самые большие, самые требовательные мероприятия, где проходят какие-то живые события, концерты, те же самые презентации, ну в общем-то, какие-то студии с множеством, с большим количеством каких-то, скажем так, площадок, где нужно демонстрировать связанный контент, например, объединив все экраны в студии в единое живое пространство. И, собственно, по использованию, то, что я уже сказал, это вот наиболее часто используемая нами конфигурация, это использование самых простых видеопроцессоров для обеспечения каких-то минимальных требований для подрывного переключения, для показанных на одном экране двух до четырех слоев, ну и так далее. То есть, они легко интегрируются в систему видеокоммутации, как правило, используем их не отдельно, а в составе видеосистемы с каким-то еще матричным коммутатором, потому что, конечно, как правило, двух выходов не хватает, либо также еще можно использовать для, например, порой случается, что нам нужно коммутировать бесподрывно изображения с камер и плюс накладывать на них еще какие-то титры, которые, например, берем из базы данных конференции системы. Соответственно, вот эти видеопроцессоры, они позволяют это делать довольно удобно, хорошо, качественно. Следующий это Nextage. Вот он уже позволяет сделать работу с экраном побольше, позволяет объединять это в единое пространство двух экранов. Соответственно, если это два проектора, может быть, или это бесшовные ЖК-панели, или также это может быть LED-видеостены. Следующий это LiveCore. В данном случае здесь Ascender с четырьмя выходами. Можно, например, использовать вот такие вот вот такую разбивку, то есть у нас два проекта с ошибкой и два дополнительных экрана. Они могут быть как независимы, так и, соответственно, тоже работать в составе единого пространства. Здесь уже это конгресс-центры, ну и так далее, как уже было сказано. Ну и следующий это уже Aquilon. Вот самый простой RS1, да, это уже предполагаются какие-то большие, ну здесь корпоративная, например, аудитория, да, там для какой-то большой организации, основной зал, либо это концертные площадки такого начального уровня, или это универсальные залы, да. Следующий RS4, это максимальный видеопроцессор с максимальными возможностями из этой линейки, если мы не говорим про модульные системы, которые позволяют еще больше количества входа-выходов. И соответственно следующий Picture Roll понятно, что это, как я уже говорил, возможность работы с большим количеством экранов, разной конфигурации, разное разрешение, здесь это и медиафасады, и какие-то входные группы для каких-нибудь корпораций, да, то есть холл, где в котором расположено множество различных дисплеев, различной конфигурации, это могут быть какие-то эффектные, там, нестандартных разрешений конфигурации экраны, которые можно также использовать, ну, собственно, это довольно эффектно, красиво, информативно может быть. И давайте перед следующим видео, которое мы посмотрим, посмотрим, какой у нас тут был вопрос на показанное видео Турк Телеком Принкшоу 2018, ведущий стоит позади внутри синие объемной сферы, как была сформирована эта картинка, ну, здесь я думаю, что в основном все это было сформировано за счет за счет видеоконтента определенного и каких-то дополнительных средств. Здесь, скажем так, не были показаны функции самих устройств, которые позволяют как-то перемещать картинку с какими-то эффектами, то есть там мы такого не видели, там в основном был все-таки специально подобранный разработанный видеоконтент для создания этого шоу. Конкретно по созданию объемной сферы возможно использовалась специальная сетка, то есть стандарты для создания объемных изображений. Если это интересно, напишите, пожалуйста, мне на почту вопрос, я с Analyquim свяжусь и они мне расскажут конкретно что было реализовано, какие конкретные устройства, какие экраны и так далее. Так, и дальше мы переходим к следующему видео, к нашему второму и заключительному видео, которое также показывает возможность этих видеосистем. видео, видео, Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одна из ведущих компаний, которая обеспечит такие события в Аргентине и Уругае Добавил субтитры DimaTorzok Для того, чтобы создавать эти свои масштабные и яркие шоу Ну, собственно, это было последнее видео, был последний слайд Теперь вы можете задавать какие-то еще вопросы, которые, может быть, появились Можете поставить плюсики от тех, кто уже работал с видеопроцессорами на Lockway Кто ставил их в свои проекты, настраивал их и так далее Мне интересно, какой процент из присутствующих Елена только никогда не использовала видеопроцессор на Lockway Остальные, видимо, сомневаются Или пишут, наверное 3-4% имеется в виду тех, кто работал с этим оборудованием, правильно? Ну, тогда надеюсь, что данная обзорная презентация была полезна По стоимости устройств обращайтесь, пожалуйста, к нашим менеджерам Так как мы эксклюзивные дистрибьюторы продукции на Lockway То мы, соответственно, обеспечиваем поддержку интеграторов При формировании предложений и при участии в конкурсах и так далее Пожалуйста, связывайтесь с нашими менеджерами по работе с партнерами Они вам объясняют, как это все происходит Мы стараемся всячески поддерживать наших партнеров в этом отношении Так, ну раз больше вопросов нет Надеюсь, что что-то полезное вы узнали из этой презентации Она, конечно, такая, как я уже сказал, обзорная поверхность Останавливается здесь без каких-то технических подробностей И буквально функционал даже без подробного обзора опций, которые возможны Это, соответственно, дальше уже, если вдруг заинтересуют какие-то продукты Мы подберем нужную конфигурацию Тем более, если это модульные процессоры, например, да Обращайтесь Будем рассчитывать, работать Поддерживать Ну хорошо, тогда всем всего хорошего Хорошего дня Я еще некоторое время повешу здесь Отключу только видео со звуком Но если вдруг какие-то вопросы появятся И перед тем, как завершится трансляция То я постараюсь на них ответить Ну и также вот можете писать на мою почту Дмитрийсобакабрелов.com Вопросы, уточняющие Может быть, какие-то брошюрки Я, наверное, сразу сейчас вам скину В общем-то несложно, конечно, это найти Но на всякий случай, чтобы было еще проще Сайт производителя Где можно посмотреть эту и дополнительную информацию А также узнать о других продуктах И о опциях тех устройств Которые мы с вами сегодня смотрели Ну что ж, все Всего хорошего До встречи на других вебинарах